Здрасте! Всем, друзья, приветуреньки! Продолжаем играть в ферму. И без лишних слов, наверное, давайте посмотрим, что у нас происходит. Для начала, друзья, поля. 59-е поле. Мы в прошлой серии засеяли здесь пшеничку. Я ее убрал и засеял ее еще раз. Также, друзья, соседнее поле 63-е я уже успел убрать и сейчас здесь идет вот посев. Ну, а другое наше поле, самое большое, 58-е. Вот оно сейчас убирается. В общем-то, наверное, надолго еще. Ну, короче говоря, пускай убирается. Пшеница у нас уже дохрена на складе лежит и я все равно ее продолжаю сеять. Не знаю зачем. 709 кубов лежит. Так вот, не знаю зачем, но пускай, в общем-то, будет. Также, друзья, вот это вот все время, которое было, я его не мотал и выполнял контрактики. Поэтому у нас на балансе сейчас есть немного денег. И значит, мы сможем их потратить, но для начала погнали еще пробежимся по нашим производствам, которые у нас есть. И посмотрим, что да как. Первое, друзья, лесопилка. 72 куба поддонов здесь у нас лежит. Бревен нету, бревна закончились, но если что, мы засеяли лес. То, что мы тогда напилили, мы засеяли обратно и он уже даже немножко подрос, наверное. Я, честно говоря, давно сюда не забегал. Сейчас мы зайдем посмотрим. Ну да, в общем-то, лес подрос. Но это еще не последняя стадия роста, насколько я понимаю. Еще чуть-чуть вырастет. Но ничего, пока что мы его пилить не будем, пока что нам это не надо. Далее, друзья, фабрика по производству картона. Картона сделалось уже очень много. 270 кубов здесь лежит. Палеты, в принципе, толком не заканчиваются. Как мы 50 кубов привезли, так вот оно и есть. Плюс мы отсюда картон тут увозили. Щепа с лесопилки еще чуть-чуть осталось. Я ее тоже там вывез еще. Закончилась здесь вода. Но да ладно, пока картон есть, пока запускать это производство не будем. Далее, друзья, наша мельница. Точнее, мукомольный завод, потому что на мельницу оно не сильно похоже. Здесь у нас все забилось мукой. Я ее тоже не вывозил, отсюда не продавал. Зерна еще лежит дохренище. Плюс у нас на базе еще лежит дохренище. Палеты скоро закончатся, но это не проблема, как мы уже знаем. Чуть что можно будет без проблем привезти. Ну и последнее производство, если можно так сказать, это курятник. Тут тоже у нас все прекрасно. Есть уже больше 50 кубов яиц. Как мы видим, мы закупили в прошлый раз 50 кубов куриц. И на выходе у нас вот 29 кубов этих самых куриц. Они сами туда не перегружаются. Но их можно выгрузить на палеты и обратно загрузить. По ресурсам тут в принципе все хорошо. Один раз закончилось здесь зерно, я привез потом заново. Не уследил я в какой момент оно закончилось, но судя по всему проставила она недолго. Ну и есть еще, кстати, навоз нашей курочки. Накакали уже на 28 кубов практически. Ну тут в общем-то все прекрасно. Яйца есть, все есть, все прекрасно. Ну и друзья, здесь мы сегодня собрались для того, чтобы построить еще одно производство. И это будет большое производство. Я в общем-то долго думал куда же его впихнуть. На самом деле все вот эти вот площадки я рассмотрел и вот здесь вот около 35-го поля площадочку и вот здесь площадочка по-моему есть и вот это вот есть площадочка. Хочется еще поближе к дому все-таки. Так вот они все маленькие и это производство туда не влазит. Поэтому я решил что мы все это дело засеем, засеем построим на 29-м поле. Там растет травка, поэтому там даже ничего не надо будет делать. И участок дешево стоит, поэтому берем его. Вот такая вот здесь полянка. Места здесь вполне предостаточно, поэтому давайте установим здесь нашу макароновую фабрику. Стоит она, падла, миллион двести. Я на самом деле почему-то рассчитывал, что она стоит миллион девятьсот. Не знаю почему я так думал, но ничего ладно, ничего страшного. Давайте я поставил здесь прямо по центру, чтобы было место вокруг везде. Во! Вот такая вот она здоровенная. А что у нас здесь есть? Где-нибудь что-нибудь написано? Ух ты, какой здесь триггер интересный. Ну ладно. Что у нас здесь производят? У нас здесь производят макарошки из яиц, муки, воды, поддоны, коробки, бумага. Черт, бумага нужна. Зачем для макарон бумага? Также спагетти еще производятся, абсолютно из того же самого, да? Да. И делаются еще пельмешки. Для пельмешек еще нужна говядина. Что-то я конечно провафлил этот момент с бумагой, это не очень хорошо. Хорошо. Бумагу, друзья, можно сделать на целлюлозном заводе. Мы производство коробок отключаем, включаем производство бумаги и надо сюда воды привезти. В срочном порядке запускаем эту линию. Здесь есть четыре куба щипы. Это конечно не сильно много, но что поделать. Кто делает вообще пельмени или макароны в бумажной упаковке? Нафига там бумага? Непонятно. Но да ладно. Так вот, выгружаем сюда воду. Ну и соответственно производство бумаги у нас запущено. С щипы осталось всего четыре куба. Я не знаю, хватит ли этого на один поддон бумаги. Производство пять кубов в час. Надеюсь, что через час мы увидим здесь пять кубов бумаги. Она нам как бы нужна. Но если что, в принципе, есть план Б. Мы, друзья, возвращаемся к нашим баранам. Точнее, к макарошкам. И здесь нужно сделать красивый въезд-выезд на дорогу. Наверное, вот в эту сторону будет логичнее всего делать. Блин, вот ненавижу вот этот вот подбор. Не понимаю я, где тут что. Это щебень оказывается, понимаете? Это не асфальт, это щебень. Во, вот такой вот въезд у нас получился. Уже хорошо. Ну и в общем-то надо это все дело заполнять ресурсами потихонечку. Единственное, вот бумаги у нас нет. У меня это расстраивает, конечно. Но, ладно, давайте привезем то, что можем сюда привезти. Хороший вопрос, куда здесь выгружать воду? Ну ничего, сейчас найдем. Скорее всего, там какая-нибудь бочка должна стоять. Или что-нибудь в этом духе. Вот, похоже на резервуары для воды. И да, вода выгружается у нас прямо здесь. Выгружаем воду. И вот здесь как заполнение работает. Ну прикольно, прикольно, ладно. Воды мы на 6% примерно зелененькой полосочкой отмечены. Хотя, скажем так, нормальный экран здесь тоже, кстати, есть. Так что все хорошо. Давайте-ка куда-нибудь грузовик этот отгоним, чтобы не мешал. Например, вот сюда. Пускай здесь стоит и все нормально. И погнали продолжать возить ресурсы. И так как наш ман, которым мы собираемся это все дело возить, припаркован около курятника, то начнем, пожалуй, загружаться на курятники. У нас есть 51 куб яиц, но мы забираем отсюда 50 кубов, как обычно. Это 10 поддонов. Вот они здесь появились. У нас есть волшебный прицеп с автопогрузкой, чтобы не мучиться. Подъезжаем и забираем эти самые 10 поддонов. Далее, друзья, наш путь лежит через лесопилку, поэтому давайте заедем сюда и заберем отсюда еще поддоны. Поддоны с поддонами. Тут, в принципе, то же самое. 50 кубов мы выгружаем, 10 поддончиков, бздынь, и загружаем их. Черт, ну че ты вот, падла, не залез. Из-за тебя сейчас придется вот этой вот фигней страдать. А яйца-то в коробочках, прикольненько. Далее, друзья, едем за картоном. Прибываем на картонную фабрику. И, друзья, знаете, что я подумал? Мы, наверное, мотнем немножко времени. Посмотрим, чтобы здесь появилась у нас бумага. Судя по тому, сколько идет потребление щипы, скорее всего, все будет у нас хорошо. И, как минимум, один поддон мы сейчас заберем. Да, заберем же. Заберем еще как. Только опять где-то вот эта десятая литра потерялась. В общем-то, час времени прошел вот так вот быстро, да. И мы, друзья, выгружаем, во-первых, коробки. 10 поддонов. Все, как обычно, создаем. И один поддон с бумагой. Мы его тоже выгружаем. И где оно, во-первых, появилось? Я что-то же, честно говоря, подзабыл, как это тут работает. С обратной стороны, по-моему, да? Да, вот оно тут все появилось. Здесь прекрасно. Едем, загружаем. Ну и теперь, друзья, везем все это дело на макаронную фабрику. Блин, вот как тут проехать? Вот нагородил же я тут не очень удачно расположенное производство, скажу вам честно. И я застрял. Нет, не застрял. Или застрял. Нет, не застрял. Сейчас проедем. Сейчас все будет. Бздынь. Нет, застрял. Нет, не застрял. Да твою ж мать. Хорошо быть сильным, да? Можно вот так вот бздынь сделать и все. Бумага, кстати, вот таких вот рулонов появляется, если что. Да я не могу здесь перепрыгнуть. О, вроде все нормально. Все, поехали на... Да, макарошки делать. Может быть, надо было делать еще один въезд здесь? Ну да ладно, не знаю. Заедем там, где сделали, не проблема. Вопрос, где вот это вот все теперь выгружать? Вот это похоже на... Хотя, ничего не понимаю, что здесь написано, если честно. Не знаю, я немецкий. Вроде как было бы логично, чтобы здесь появлялись поддоны с продукцией. Но я, с другой стороны, видел вот такую вот штуку. И это больше похоже на то, где появляются поддоны с продукцией. Типа конвейера такого. Здесь варенахами, типа вассер. Вассер вода знаю, а вот это варенанами, вот это я не знаю. Что это такое? Она, видимо, выгрузка воды. А здесь просто вот это варенанами. Простите, пожалуйста, меня за мой немецкий. Давайте попробуем здесь все выгрузить. Может, оно возьмет и выгрузится. И будет все прекрасно. Так вот, бздынь. Ну и что, пошло что-нибудь? Ничего не пошло выгружаться. Не, пошло. И яйца, и поддоны у нас выгружаются. Отлично. Может быть, и картон с бумагой тоже здесь разгрузится и будет прекрасно. Сейчас они... Сейчас мы это увидим, разгрузятся они или нет. Коробки падать, что не хотим. Бумага-то разгружается. Бумага разгружается. Все, коробки сами опрокинули. И это тоже дело здесь выгружается. Прекрасно. Смотрим на заполнение. И, в общем-то, все прекрасно, все путем. Осталось только привезти муку и говядину. Но говядину мы не повезем, потому что у нас ее нет. А муки у нас много. Причем муку, кстати, недалеко-то и забирать. Буквально через дорогу, что называется, находится наша мельница. Вообще близко. Только заезд не очень удобно. Но, друзья, я надеюсь, вы меня простите, если я тут немножко срежу. Мукомольный завод. Выгружаем 20 поддонов. И загружаем их на прицепчик. И выгружаем, друзья, еще 20 поддонов. Бездынь. И их тоже загружаем на прицепчик. Черт, ну вот почти ж получ... А, получилось, да. Правильный угол взять и загрузить все. Привозим их сюда, на нашу макароновую фабрику. И разгружаем. И она даже сразу загудела, значит, разгрузка пошла. Черт. Не очень-то она и пошла. Ладно, пошла будем считать. Ча пододвинем, там все подправим. Выгружается наша мука, будет делать нам макароны и спагетти. По 2,5 куба в час у нас производство стоит. Ну и, в общем-то, все. Будут макарошки. Ладно, мы сильно мучиться не будем. Мы загрузим их обратно. Подъедем чуть-чуть поближе. И выгрузим так, чтобы наверняка оно все посыпалось. В общем-то, вот так вот. Производство запущено. Все счастливы. Но сейчас, друзья, еще немножко поболтаем. Немножко подведем итоги. В принципе, целью сезона первого по этой карте было именно построить макаронную фабрику. И мы, в общем-то, это сделали. На все про все ушло, я так понимаю, 8 серий. Ну и я, как большой любитель статистики, не могу вам не похвастаться, что же мы сделали за эти 8 серий. Во-первых, за эти 8 серий, ну первые 2 просто были в 22 ферме, если что, было наиграно 180 часов, чтобы сделать несчастные 8 роликов по 20 минут. Вот, или поскольку они там получаются. Потрачено 37 кубов топлива. Ну, вообще, много контрактов было сделано. Есть тут статистика? Есть. Выполнено задание 231 на чужих полях. Не самая маленькая цифра, на самом деле. В общем-то, кому интересна вот эта вот вся статистика, вот она вот здесь есть. Хотя, кстати, сюда не попало, например, время вспашки. Я делал контракты на пахоту, это точно. Потому что время обработки, а, ну это суммируется. Засеянный гектаров 103, наверное, это чисто наши поля. То есть, все контрактное здесь не считается. Но ничего, мы можем, друзья, с вами залезть, например, в вальтру. И открыть другую статистику, посмотреть. Вот это окошко мы, наверное, перенесем вот сюда, чтобы оно нам не мешало. Эта вальтра у нас наездила почти 1800 километров. Она занималась только посевом с этой сейлкой. Засеяла 840 гектаров. Практически все на контрактах. Потому что у нас полей не очень много. Израсходовано за все это время было 232 куба семян. Охренеть. Также, друзья, у нас есть еще сажалка. Ей я пользовался исключительно на контрактах. Она у нас накатала, конечно, чуть-чуть меньше. 528 километров всего. Потратила 83 куба семян. И засеяно 291 гектар земли. Я ее полностью заправил удобрениями. И выключил, соответственно, в курс плея удобрения полей. Потому что, ну, зачем оно? Чужие же поля удобряли. Далее, друзья, есть у нас еще два вот таких учителя. Они работали парой. Поэтому у них плюс-минус, скорее всего, одинаковая статистика будет. 404 километра. И 115 гектар закультивировано у класса. А Нью-Холланд чуть поменьше. Наездил чуть поменьше, закультивировал. Ну, я иногда отправлял их на разные поля работать. Но вообще, как правило, они работали парой. А вот этот товарищ, у Женихова, он закультивировал намного больше. Потому что он работал намного чаще. 783 гектара закультивировано. И 614 километров он накатал. Один трактор. Чисто культивировал. Удобрялка, кстати, наездила еще больше, скорее всего. Да, 1100 километров. Удобрено 1500 гектаров. Контракты на удобрение самый сок. 2 гектара я известью пытался посыпать. Но это все не то. Использовано удобрение 391 куб. Обалдеть. Есть еще у нас посыпалка извести. Ну, тут наши поля я по 3 раза посыпал. Это, в общем-то, не очень интересно. Не буду я ее цеплять, чтобы посмотреть эту статистику. Уражный прицеп не сильно много у нас накатал. То есть собрано 3 миллиона литров соломы. В принципе, нормально. Хотя пробег 23 километра всего. И 3 миллиона литров соломы. Неплохо, неплохо. Более впечатляющая статистика, скорее всего, будет у нашей GCB-шки. Мы ее брали, чтобы катать какие-нибудь грузы. Но на ней я также перевозил урожай с контрактных полей. Которые я убирал. Там технику комбайна я в аренду брал, чтобы быстрее все это дело работало. Но, в общем-то, 3 миллиона литров он накатал. 3,5 миллиона литров. 400 километров он проехал. Хотя, на самом деле, вот этот наш ман наездил гораздо больше. Я думаю, что у него 1000 километров будет, да? 1500 почти, 1400. И всего он перевез 12 миллионов, даже почти 13 миллионов литров зерна. Впечатляющая статистика лично для меня. За 8 серий. А есть у нас также еще другая техника. Сажалка для деревьев. Но там все понятно. 40 деревьев было посажено. Это неинтересно. Есть также ман, который возил поддоны. И ман, который возил воду. Но тут тоже все неинтересно. 192 куба воды. 10 километров несчастных он наездил. Причем за сегодня, наверное, больше всего. А также 40 километров у нас накатал ман, который мы возили поддоны. Увы, статистики перевезенных поддонов нету. Поэтому, ну вот так вот. На этом, друзья, сезон, наверное, я объявляю официально законченным. И я буду рад, если вы в комментариях напишите, что же нам проходить дальше. На самом деле, может быть, и можно было бы пойти там в 22 ферму. Но, знаете, по какой причине у меня еще на нее не стоит. Дело в том, что даже вот эта карта, Северофриские острова, Эдэф Марш, вот пару дней назад вышла обнова на нее, очередная. Она часто обновляется, вышла обнова. И опять-таки нужно начать новую игру. Да, можно, в принципе, прогресс перенести как-то. Это несложно делается. Я знаю, как это делать. Но все равно, знаете, вот мне не нравится, когда надо начинать новую игру в новой карьере. Но в любом случае, пишите в комментариях, в общем-то, что мы будем делать дальше. Ну и да, небольшой перерывчик. Совсем маленький, наверное, надеюсь. И дальше что-нибудь будет. Прошло, друзья, полтора дня. Шесть часов вечера следующего дня, да. У нас здесь закончилась бумага. Потрачено совсем чуть-чуть картона, совсем чуть-чуть палетов. Воды сюда пришлось докинуть. И муки много ушло на все это дело. И яиц, да, кстати, яйца тоже расходуются довольно много. Ну, короче, у нас тут по 80 кубов есть наших продуктов. И я думаю, что через завершение сезона было бы грешно не поехать и не продать их. Все-таки я думаю, что да, именно здесь у нас будет выгружаться все это дело. Макаронная фабрика. Производство макарон. 16 поддонов мы создаем. И я был прав, что они появятся здесь. Еще, кстати, довольно удобная здесь площадочка. Загружаем наши макарошки. Они тоже в коробочках. Все классно. И, друзья, спагетти тоже самое делаем. Мы выгружаем, запрыгиваем давайте спагетти. В принципе, спагетти те же макарон, только длинные. 32 поддона. А, в общем-то, давайте их куда-нибудь отвезем, продадим. Только давайте посмотрим, куда их можно отвезти, продать. Еще найти бы их здесь, потому что я по-немецки не бум-бум. И по картинкам я тоже не сильно вообще понимаю, что здесь есть. Не, ну что-то понимаю, конечно, но... Вот что такое хефи? Вот хер поймешь ты по картинке, что это такое. Это, видимо, пирог какой-то. Вот макароны и спагетти. Нудлен и спагетти. Нашел. Макароны самая высокая цена на супермаркете. А у спагетти самая высокая на другом супермаркете. Но мы поедем на первый, потому что тут разницы особой нет. Плюс он довольно-таки близко находится на карте. Поэтому поехали туда. Что-то терзает меня смутные сомнения, что что-то мы сюда уже привозили. Но да ладно. Подъезжаем. Вот так вот аккуратненько. Еще мы все это дело сюда, как выгрузим со всей силы. Вот так. Вроде должно быть ровно. Бздынь. Погнало все продаваться и денежки нам посыпались. Ну что-то как-то оно долго высыпается. Но самый главный вопрос это сколько же денежков за полтора дня работы завода. Ладно. На самом деле можно прикинуть, что здесь примерно 150 тысяч будет, судя по ценам. Может быть даже чуть меньше. 154 тысячи. Я был прав. Не сильно много. Но с другой стороны все нормально. Было бы больше заводов, можно зарабатывали бы и больше. В общем, друзья, на этом у меня все. Лайкусики не забываем. Комментарии тоже не забываем. Скоро что-нибудь по ферме будет. Опять-таки пишите в комментариях, да. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Если хотите поддержать меня, сделать это можно на Boosty. Ссылочка есть в описании. Плюс там ролики, как правило, появляются раньше остальных. Плюс там бывает иногда что-нибудь то, что вообще не выходит на канале. Не только по ферме. Короче, вот. Всем, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. Всем пока-ки.